Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы поговорим о новой вакцине от Moderna, заявление о котором последовало в понедельник. Также обсудим включение Tesla в индекс S&P 500, ну и в целом пройдемся по рынку и оценим то, что сейчас ждут инвесторы. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, вопросы ваши оставляйте в комментариях. Ну и также мы в Admiral Markets готовимся к черной пятнице, поэтому вы уже можете торговать, к примеру, CFD на акции без комиссии. То есть мы ограничили комиссии уже достаточно давно, но тем не менее еще раз напоминаю про данные условия. Ну и также на многих из наших счетов доступна торговля без комиссии, особенно на тех счетах, где, соответственно, присутствует SPRED. Соответственно, сегодня мы обсудим как раз ситуацию вокруг позитива на фондовом рынке. Во-первых, еще одна компания, компания Moderna, заявила о том, что по их испытательной третьей фазе они получили результат порядка 94% позитивных. Соответственно, это чуть лучше, чем Pfizer, но, соответственно, рынок вакцин, он становится все больше и больше. Безусловно, рынки отыгрывают это позитивом. Еще огромное количество компаний сейчас находится на третьей фазе, поэтому по заявлениям ключевых как раз эпидемиологов, которые занимаются этим вопросом в США, то есть они прогнозируют то, что к 2021 году все-таки уже мы сможем полностью победить коронавирус, ну и, собственно, выдохнем уже спокойно. Рынки, безусловно, на это реагируют позитивно. Также еще одна новость, которая поступила, это включение компании Tesla в индекс S&P 500 при следующей ребалансировке, которая будет в декабре. Наконец-то они получили это подтверждение, ну и, собственно, мы можем ожидать. Конечно, важно понимать, что уже, скорее всего, этот фактор, он учтен в цене, хотя вчера на открытии также Tesla открылась с гэпом, ну, собственно, отыгрывая данную новость, но, тем не менее, здесь эта новость уже может быть отыграна. Хотя, с другой стороны, важно понимать, что также многие фонды начнут добавлять в свой портфель как раз компанию Tesla в этой связи, да, и, собственно, здесь определенную динамику роста мы тоже вполне можем увидеть. Эта тема и тема с вакциной мы более подробно обсудили с моим коллегой Владом Расуловым на подкасте «Два трейдера», который вышел вчера. Ссылочку оставлю в описании, поэтому, если вы хотели углубиться в этот вопрос, то послушайте подкаст, там мы максимально подробно со всех сторон рассмотрели данную ситуацию. А, наверное, еще, что хотелось бы отметить и осветить в рамках данного выпуска, это ситуация вокруг Fixed Income Assets, то есть тех инструментов, которые дают фиксированную доходность, и в данном случае мы говорим об облигациях. И здесь тоже на сайте OPL Research приведена очень интересная статистика, которую я тоже хотел для вас с вами поделиться по поводу, ну, ключевого, наверное, инструмента, это 10-летние облигации, за которыми следит рынок и на которые больше всего обращают внимание. Собственно, сейчас мы видим формирование фигуры двойной дном, да, или головоплечья, то есть здесь даже можно ее трактовать и таким, и таким образом. Собственно, это дает некоторую техническую предпосылку на то, что доходность по 10-летним облигациям может подрасти. Сейчас она стремится в область 1%, но вполне может вернуться обратно к 1,5%. Что это может означать? Это может означать то, что инвесторы вновь начнут заходить в облигации. Напомню, что сейчас доходность находится на минимальных значениях, там, фактически за последние 10 лет, а то и более. И, соответственно, это также вызывает дополнительный приток на фондовый рынок, потому что доходности нет, и необходимости инвестировать вот именно в этот инструмент инвесторы особо не видят. Но если доходность начнет восстанавливаться, ну, безусловно, это коррелирует с процентными ставками. То есть пока все-таки процентные ставки остаются на около нулевых уровнях, а мы предполагаем, что они останутся такими до, в принципе, в 2021 году, то вполне вероятно, что здесь мы можем увидеть какое-то движение, то есть краткосрочное повышение. Но, опять же, пока это не сигнал к тому, что рынки, например, фондовый рынок начнет падать, а по крайней мере то, на что стоит обратить внимание на текущий момент. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках. Начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар. Евро-доллар завершает ту коррекцию, которую мы отслеживали на прошлой неделе. Собственно, сейчас мы подошли вновь уже к максимальным значениям начала ноября. Собственно, здесь уже отыграно данное восходящее движение, евро-доллар продолжает двигаться в боковике. Следующие цели роста, о которых мы можем здесь говорить, это движение в области 1.19, 1.20. И, собственно, там находится цель по движению. Пока, с точки зрения фундаментальных данных, есть все предпосылки у евро уйти еще выше. Собственно, с точки зрения часового таймфрейма, как мы отмечали ранее, после закрепления как раз выше максимум 12 ноября, у нас возобновилось движение восходящее по данному активному. Но цели были слишком близко, поэтому в данную сделку я не сходил. Ну и в целом я стараюсь быть сейчас более аккуратным, поэтому позиции выбираю более аккуратно. Поэтому, наверное, за последние пару недель фактически новых сделок у меня и не было. По паре британский фунт и американский доллар на дневном таймфрейме мы видим также возобновление роста. Не так активно, как это было в первой половине ноября, но оно и понятно. Мы опять забрались на максимальное значение за фактически этот год. И пара британский фунт и американский доллар стремится в область 1.35. Собственно, там и находятся цели для продолжения роста. Опять же, с текущих уровней заходить было некомфортно. Вполне вероятно, что техническая коррекция здесь может произойти, особенно на фоне того, что фондовый рынок находится на локальных максимумах. Поэтому уже новые коррекции я буду искать для себя, как возможностями заходить по более интересным ценам. По паре американский доллар, канадский доллар. Вот здесь эта ситуация мне оказалась наиболее перспективной всех валют, именно с точки зрения захода на продолжение тренда. И, собственно, пока у меня все еще стоит отложенный ордер. Пока все еще я жду данной ситуации, потому что цена довольно-таки неплохая. Но с точки зрения соотношения здесь прибыли, здесь тоже можно было получить интересную сделку. Но пока пара не готова двигаться. То есть, в принципе, я ожидал движения вчера до моего отложенного ордера, но цена так и не дошла. Вполне вероятно, что если мы не увидим обновления локальных минимумов, мы можем двинуться еще вверх. И в этом случае я подумаю о том, чтобы скорректировать данную позицию. Но пока продолжаю ее держать. Вполне вероятно, что мы можем немного переписать локальные максимумы, которые у нас были на последний день. И затем уже с этих уровней продолжено исходящее движение. Поэтому пока по данной валютной паре отложенный ордер. И данную позицию пока я сохраню. А вот по паре американский доллар, японская иена. Здесь мы двинулись в рамках того сценария, о котором мы говорили. То есть, возобновление снижения в области минимальной значения начала ноября. И, собственно, здесь цена не дошла до моего отложенного ордера. Фактически мы видим всю неделю движение нисходящее без коррекции. То есть, конечно, здесь уже данная ситуация поменялась на текущий момент. И данный ордер здесь уже не актуален. Поэтому я его удаляю. И, собственно, продолжу искать какие-то новые позиции, которые здесь могут появиться. Потому что сейчас уже возобновление роста здесь может также привести и к некоторым обновлению локальных максимумов. Поэтому с точки зрения установки стоп-лосса уже данная позиция не совсем актуальна. Поэтому здесь я ордер удалю и продолжу искать новые, какая-то ситуация для входа. По паре австралийский доллар, американский доллар. Здесь мы тоже видим торговлю на локальных максимум. Подобрались довольно-таки близко. Собственно, сейчас уже есть попытки завершения данного нисходящего коррекционного движения, которое началось сегодня в понедельник, сегодня в среду, прошу прощения. И, соответственно, сейчас мы уже торгуемся выше открытия. Соответственно, здесь я больше ожидаю все-таки продолжения роста. И, опять же, с точки зрения захода не самые актуальные уровни. То есть, я об этом тоже уже говорил. То есть, вот интересно было покупать на минимум конца как раз октября. Но сейчас цены слишком находятся высоко. Поэтому вблизи локальных максимумов, конечно, покупать не всегда комфортно. Ну и плюс-минус такая же ситуация с новозеландцем. Столь лишь разница, что новозеландцы обновляют локальные максимумы. То есть, здесь мы хорошо двинулись на продолжение роста. Сегодня обновили локальный максимум. Поэтому здесь пока сохраняется восходящее движение. И к этому движению уже, скажем так, в пояс, который движется на полном ходу, впрыгивать, конечно, я не буду. А золото выглядит тоже довольно-таки интересно с точки зрения покупок. Особенно из области минимальных значений, которые мы видели на уровне 1850 долларов за тросскую унцию. Поэтому здесь данную ситуацию я также для себя рассматриваю потенциально для входа. К сожалению, вот на том движении, которое у нас было в понедельник, цена не дошла до моего отложенного ордера, который пока стоит на том уровне, где вы видите. И, собственно, здесь я вот из данной позиции, данную позицию я не вошел. Но пока его оставляю держать, потому что все еще считаю, что область 1858-1855 интересна для входа по золоту. То есть, здесь потенциал он есть. И область поддержки, у которой как раз мы сейчас остановились, выглядит довольно-таки сильной. Поэтому здесь по золоту я тоже пока оставляю данную отложенную ордер. И если будет еще одна волна снижения, то к золоту я бы присоединился. Индекс DAX находится также на локальных максимумах. Коррекция здесь пока не последовала. То есть, мы движемся последние несколько торговых сессий вот в таком узком диапазоне. Видимо, рынок что-то ждет, ждет позитива. Что, в принципе, может вполне последовать. Сейчас мы дойдем до индекса S&P 500 и разберем эту ситуацию чуть более подробно. И в целом, с точки зрения идей, пока не буду я входить. То есть, собственно, здесь я буду ждать точно так же коррекции. Буду заходить уже непосредственно на коррекции. А вот индекс S&P 500 вчера и позавчера, в понедельник, торговался вблизи локальных максимумов. Что, собственно, также говорит о позитиве с точки зрения новых вакцин. Потому что фактически сейчас для рынка важно понимать, что с данной ситуацией мы справимся. И тогда уже полноценное продолжение роста здесь мы можем ждать. Конечно, с точки зрения того, что мы находимся на локальных максимумах, может последовать техническая коррекция. То есть, на 5-7%. Если она будет, то, собственно, это будет интересно, возможно, для того, чтобы, опять же, с точки зрения трейдинга, купить индекс S&P 500 спекулятивно. И, с другой стороны, добавить акции уже непосредственно в инвестиционный портфель, когда S&P 500 находится на коррекции. Поэтому за этим я тоже буду следить. И в целом мы можем говорить о том, что потенциал, вероятность продолжения роста фондового рынка, она, безусловно, есть. И тут позитив, опять же, с вакциной от коронавируса дает этому дополнительное подтверждение. Ну и, в свою очередь, нефть также реагирует позитивно на данные по заявлению о вакцине. Потому что, конечно, новые локдауны не могут привести вновь к снижению спроса на нефть, что, собственно, негативно скажется и на ценах. Но пока мы видим, что ноябрь выглядит довольно-таки позитивно для нефти. Особенно мы рассматриваем нефть марки Brent. Поэтому пока здесь сохраняется восходящая формация. И, фактически, мы торгуемся на локальных маркетах за последние два месяца. Теперь вопрос, сможем ли мы уйти выше максимальное значение, которое мы видели в августе. Опять же, если не последует никаких новых локдаунов, если Байден не начнет закрывать Штаты, то, собственно, продолжение роста нефти здесь вполне мы можем видеть и вполне можем ожидать. Собственно, пока рынки выглядят довольно-таки интересно. Рынки на максимум. Вполне можем ожидать коррекцию. Собственно, если коррекция последует, то будем рассматривать это, возможно, как возможность купить по более низкой цене. Ну, возможно, в преддверии Черной Пятницы рынок даст нам такую скидку. Ну, а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. А мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как завершается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.